Всем доброго дня, это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Алексеева, география 8 класс. Обобщение по третьей теме. С момента своего появления на Земле люди относились к природе как к главному ресурсу, источнику существования своего. Охота, рыболовство, собирательство, затем земледелие и животноводство, а потом и добыча полезных ископаемых. Все это обеспечивало существование людей. Огромная территория России и большая ее протяженность во всех направлениях определили разнообразие природных условий. Имея самые большие в мире природные ресурсы, Россия живет в значительной мере за счет их эксплуатации. Полезные ископаемые, агроклиматические, водные, почвенные, биологические, все это пока обеспечивает наше существование. Однако оказывается, что отношение к природе только как к ресурсу и ведет в итоге к ухудшению жизни людей, нехватке чистого воздуха, чистой воды, уничтожению лесов, сильному ухудшению свойств почв. Становится ясно, что надо беречь природу как среду обитания. Весь исторический опыт показывает, что без бережного отношения к природе и понимания последствий своей деятельности, россияне рискуют растратить свои природные ресурсы за сравнительно короткий период. Но в целом сейчас, уже в 2020 году, у правительства принято и активно осуществляется целый ряд экологических программ по решению целого ряда проблем. Снова высаживаются леса, проводится лесовосстановление после выработок, очищаются реки. Сейчас, например, идет активный проект по очистке рек от мусора, особенно промышленного. Различные затонувшие корабли, лодки, все остальное. Различный мусор на дне. Все это сейчас поднимают и постепенно утилизируют и очищают таким образом реки. До этого очищали малые реки, сейчас уже занялись крупными реками, той же Волгой, например. Это все, конечно, существенно улучшает общую экологическую ситуацию. Обратите внимание на то, в какой последовательности вы рассматривали природные компоненты в только что изученной теме. Соответствует ли эта последовательность той, в которой вы изучали природные компоненты в предыдущих классах? Сделайте вывод о критерии, лежащем в основе подобного порядка изучения темы. Изобразите вывод графически в виде схемы. Просто гениально. И что же здесь изображать, если можно сказать, что все начинается с общих понятий и постепенно переходит к тем самым частностям? Причем, что в этом учебнике, что в других учебниках. Расспросите родителей о том, как они изучали природу и географию в целом. Ну, я могу говорить только о себе, что я изучал, конечно, географию по другим учебникам. Каковы главные преимущества и недостатки в обеспеченности России природными ресурсами вы видите? Но дело все в том, что сейчас, в 2020 году, независимо от того, что написано в этом учебнике, Можно сказать так, недостатков в обеспеченности России ресурсами просто нет. Есть преимущество, что у России есть все необходимые ресурсы. И что в целом, в период где-то с 2005 по 2020 год, правительство России не просто так продавало ресурсы за границу, а использовало эти деньги для модернизации экономики. И в целом, сейчас, в 2020 году, можно сказать, что им это удалось. Большая часть заводов была модернизирована. Были модернизированы, например, те же нефтеперерабатывающие заводы. На момент 2005 года Россия продавала нефть. На 2020 год Россия уже активно торгует не только нефтью, но и топливом. Что, естественно, сильно повышает стоимость продаваемой продукции для наших компаний, которые этим занимаются. И прибыли, которые приезжают в Россию. Сильно развиты общие другие виды промышленности. И благодаря тому, что есть все необходимые ресурсы, мы, Россия, хотя бы не зависим от этого.